Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о таком городе израильском, как город Ор-Ягуда. Город Ор-Ягуда это небольшой город государства Израиль. Он находится в Таль-Авивском центральном округе, приблизительно на месте, где располагалось в давнейшие времена библейское поселение Квар-Ону, который упоминается в Ветхом Завете. Основан в 1949 году как лагерь для приема репатриантов, прибывших из стран Северной Африки, и статус города Ор-Ягуда получил в 1988 году. Площа, занимаемая городом, составляет 5 квадратных километров. У города есть промышленная зода и небольшой сектор обслуживания, хотя в основном население занято в других местах Большого Тель-Авива, потому что промышленная зона города Ор-Ягуда недостаточно развитая. Город не выходит к морю, хотя до пляжей Большого Тель-Авива рукой подать всего приблизительно 10-20 минут езды на машине. По данным Центрального статистического бюро Израиля, население на 2016 год составляет 36 164 человека. Поговорим о таком важном пункте, как для репатриантов, а к съем жилья. Жилье в Ор-Ягуде как на съем, так и на покупку очень дорогое. Стоимость жилья в городе для израильцянина, если снимать однокомнатную квартиру, то это где-то будет стоить от 2500 шекелей до 3500 шекелей приблизительно. Снять однокомнатную квартиру в Ор-Ягуде очень тяжело. Докомнатная квартира будет стоить от 2700 до 2800 шекелей, до 4000 шекелей приблизительно на съем для израильцянина. Трехкомнатная квартира на съем будет стоить приблизительно от 3000 шекелей до 5000 шекелей, приблизительно для израильцянина. Четырехкомнатная квартира будет стоить на съем где-то от 4000 до 7000 шекелей, приблизительно для израильцянина. При этом съемщику придется оплатить большую часть коммунальных услуг. Поговорим о таком важном пункте, как работа в Ор-Ягуде. Работы в Ор-Ягуде не очень много, но укресленностей полно, так как это район Большого Тель-Авива. Есть как обычная простая работа, так и большое число вакансий в многих секторах экономики, в особенности в секторе обслуживания. В Бор-Ягуде и окрестностях также имеются вакансии на хайотековские должности. В общем, работа в Бор-Ягуде и окрестностях есть, и найти ее нетрудно. Теперь поговорим о зарплате Бор-Ягуде. Зарплаты здесь вполне неплохие, средние и выше. Поэтому заработать в Бор-Ягуде в основном можно неплохо, больше, чем в большинстве районов Израиля, которые не относятся к центру Израиля. Зарплата в Израиле рассчитывается из того, сколько ты зарабатываешь за час. На сегодняшний день, это 26 мая 2017 года, минимальная зарплата за час около 27 шекелей. Ниже этой цифры работодатель не имеет права платить зарплату, потому что это исходя из закона, если он будет платить ниже этой цифры, например, где-то 25 лет за 4 шекелей в час, то наемные работники имеют право подать на него в суд, и обычно суды присуждают ему компенсацию. То есть наемные работники этот суд поигрывают. Теперь поговорим о стоимости жизни в Бор-Ягуде. Стоимость жизни в Бор-Ягуде – это стоимость жизни в центре Израиля. Для репатриантов она будет побольше, потому что они в основном снимают жилье, и это сильно отражается на семейном бюджете. Основные расходы из семейного бюджета – это в основном расходы на всем квартирам. В случае, если патриант покупает квартиру, то у него, конечно, будет основным расходом выплаты по отечественной суды. Но, считывая высокую стоимость сегодняшних квартир, она будет довольно высокая также. На семейном бюджете отражается чувствительное также лечение зубов, страховка автомобиля и покупка бензина для автомобиля. Основные цены в Бор-Ягуде, да и в основном Израиле, в основном довольно терпимые, существенное влияние на бюджет они в основном не оказывают. Теперь поговорим о таком важном пути, как количество русскоязычных в Бор-Ягуде. Оно в Бор-Ягуде составляет приблизительно 10-25% от общего количества населения. В какой-то части, но не в всех офисах, заведениях, домах живет достаточное количество русскоязычных. Поэтому языковый барьер ощущается в Бор-Ягуде, но не очень-то сильно. Теперь о климате. Климат в Бор-Ягуде – субтитрический средиземноморский, мягкий климат с довольно жарким летом. А лето здесь продолжается где-то около полгода и относительно мягкой зимой. Температура во время зимы не опускается почти никогда ниже нуля. В основном температура Бор-Ягуде во время зимы от 8 до 15 градусов, а иногда доходит даже до 25 градусов тепла. Теперь зимой, а также зимой в основном выпадают дожди. Довольно сильная влажность. Летом температура доходит от 28 до 25 градусов тепла. Лето здесь с мая до середины октября, иногда до конца октября. Дожди со середины мая до середины сентября – это довольно редкий случай. Теперь поговорим о благоустройстве города. Город Орегуде довольно красивый, очень благоустроенный. Есть спортивные площадки, детские площадки, фонтаны, сады, парки и бассейны. Теперь поговорим о таком важном пути, как безопасность. Терроризм в Орегуде, конечно, существует, но количество терактов незначительно. Также город побегается обстрелом во время конфликтов из сектора газа, но ракеты попадают довольно редко. За последние годы теракты случаются, но редко. В основном теракты происходят в Иерусалиме на границе с сектором газа. Теперь поговорим о криминале в Орегуде. Случаи криминала, конечно, имеются, но он, может, не чувствуется. Большинство жителей его не ощущают. Можно без всяких проблем галять по ночам. Теперь поговорим о ландшафте города. Орегуде находится, в общем-то, на равнине, и в этом оно резко включается, например, от хайпа, который находится на горе Кармель. В довольно крутом горном хребте в этом отношении он, Орегуде, тоже довольно резко выигрывает. Поэтому людям, которые выехали с такие страны, как Россия, Украина и Белуси, конечно же, более привычно в Орегуде. Так как там довольно равнинный ландшафт, чем, например, в той же хайпе, где ландшафт горный, и гора Кармель, и ее хребты довольно крутые. Теперь поговорим о загарности атмосферы Орегуде. Загарность атмосферы Орегуде находится на более высоком, чем среди израильских, уровень. В общем-то, летом, в общем-то, жаркие дни бывает довольно тяжело. Чувствуется запах бензина и смока, даже учитывая, что город находится недалеко от подбережья и продувается ветрами. Но и за его насыщенностью авто и промышленность, и находящиеся в районе Орегуды промышленности, это в основном в районе Большого Тель-Авива промышленности, запахи сильнее и дольше держатся. Это был краткий обзор про город Орегуд, входящий в район Гуждано, район Большого Тель-Авива. Все, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok